добрый день дорогие друзья эфире программа эль шадай и сегодня мы начинаем новый сезон заканчивается 2017 и мало-помалу начинается 2018 год скоро зима буквально последние дни осени семнадцатого года буквально пролетит декабрь очень быстро и мы начнем новую историю мы начнем новую страницу жизни новый год 2018 год поэтому добро пожаловать в новый сезон программы эль шадай в новом сезоне программы я хочу поговорить с вами по поводу поклонение что такое поклонение и как поклонение влияет на нашу жизнь поклоняться мы можем разному обстоятельствам жизни самому себе но более всего поклоняться нужно богу сегодня это объясню более детально но сначала расскажу то чему поклоняться нельзя первое нельзя поклоняться алкоголь наркотикам нельзя поклоняться сигаретам почему потому что то кому ты поклоняешься то ты будешь и иметь если поклоняешься наркотиком то через два-три года ты Если ты поклоняешься алкоголю, ты через какое-то время умрешь. Ты будешь болеть какими-то болезнями. В общем, это ужасно. Если ты куришь, ты просто умрешь от рака, от других болезней. Это факт. Когда люди идут, покупают сигареты, на пачке сигарет написано «Умрешь от рака». Люди покупают и умирают от рака. Это выбор любого человека. Но сегодня я хочу поговорить о поклонении Богу. Потому что именно Ему нужно поклоняться. Именно Ему, от Него, ты будешь иметь все самое лучшее. Поклонение – это передача энергии. И поклоняться ты должен тому, кого любишь. Если ты поклоняешься тому, кого ты не любишь, то это не поклонение как уважение. Это поклонение как страх. А если ты поклоняешься кому-то и боишься, то ты будешь иметь только страх. Допустим, ты поклоняешься алкоголю. То есть ты хочешь выпить и забыться. Но что ж, тогда к тебе придет страх. Потому что ты пьешь себе на зло. Но когда ты поклоняешься чему-то хорошему, это переносит тебе пользу. В любом случае, когда ты поклоняешься, то ты передаешь энергию. Допустим, пьешь алкоголь, ты принимаешь то, что ты ему поклоняешься, тем, чем ты поклоняешься. Допустим, ты употребляешь алкоголь, и от алкоголя ты пьянеешь, потом болеешь, страдаешь, болит утром голова и состояние плохое. Но когда ты поклоняешься, допустим, человеку, поклонение человеку приводит тоже к очень нехорошим вещам. Допустим, ты работаешь на работе, и у тебя хороший директор. Ты ему поклоняешься. Поклоняешься тем, что ты его уважаешь, ты ему подчиняешься. Но если директор плохой, и ты ему поклоняешься, подчиняешься, то тогда ты будешь иметь что-то негативное. В любом случае, поклонение – это передача энергии и принимание того, кому ты поклоняешься. Поэтому самое лучшее – поклоняться Богу. Теперь расскажу более подробно. Бог – наш Создатель. И так как Он наш создал, значит, мы должны Ему поклоняться. Поклонение – это не только «О, я тебе поклоняюсь». Поклонение – это уважение. Это делать то, что Он хочет. Это просто уважать Его. Это можно что-то просить у Него. Но поклонение – это просто уважение и почитание. Вот и есть просто поклонение. Это, знаете, это не как раб поклоняется самому Господу. Нет. Это уважение. Но также это передача энергии. И теперь об этом более подробно. Поклонение – это передача энергии. То есть, если поклоняешься Богу, то ты уберешь у Него, а Он отдает тебе. Если на примере алкоголя, то, соответственно, ты принимаешь горячую смесь, и потом она на тебя влияет. Если ты поклоняешься Богу, то ты принимаешь Его имя, принимаешь Его понимание, и потом ты принимаешь от Него Его силу. Обычно, когда люди поклоняются через Библию, через молитву, через поклонение, они принимают силу. И происходит передача энергии. То есть, ты Ему говоришь, Господь, я тебя люблю. Какими-то словами это выражаешь. И ты отправляешь свой посыл, свои желания, свои мысли Ему. И они идут к Нему. Соответственно, потом от Него идет тебе Его сила. Его особая сила. Его особое помазание. Его особое присутствие. И ты наполняешься любовью, счастьем. Конечно, если ты смотришь фильм какой-то ужасный, и ты его смотришь, ты его принимаешь, значит, в какой-то части ты Ему поклоняешься. Соответственно, ты принимаешь страх. Ужасов приносит страх. Фильм-комедия приносит радость. Приключения приносят какое-то тоже определенное чувство. Но поклонение Богу, это намного больше. Это приносит нечто невероятное в плане передачи энергии и принимания Его силы. Люди, которые поклоняются Богу, у них очищается разум. Если ты наполнен был чем-то грязным, ты очищаешься от этого грязного и принимаешь только чистоту. Поклонение и желанное. Поклонение – это концентрация разума и чувств. Когда ты поклоняешься, ты концентрируешься на чем-то определенном, на том, кому ты поклоняешься. А значит, ты концентрируешь свой разум и свои чувства. И эта концентрация разума и чувства говорит о том, что ты хочешь себя полностью подчинить тому, кому ты поклоняешься. Ты передаешь вот это подчинение, свою разум, свою силу, все вот то, что у тебя есть, Ему. И от него идет нечто. Это присутствие, это его сила, это его понимание и прочее, прочее, прочее. Есть люди, которые поклоняются грязи. То есть, они говорят какие-то плохие слова, хуйные слова. Соответственно, эти слова переносят определенную грязь. Мы знаем, что в церкви есть святая вода. Почему она святая? Потому что капельки этой воды, они заряжаются. Если ты говоришь грязные слова, соответственно, заряжается чем-то грязным. Когда ты говоришь хорошие слова, то капельки не просто заряжаются и распадаются. Нет, они наоборот соединяются воедино. И они как сам инструмент, как какая-то концентрация. И потом эти капельки могут долго себя держать. Могут не распадаться. Соответственно, эта вода стоит годами, год, два, три, пять. И она не тухнет, она не становится плохой. Соответственно, она нормальная. Поэтому она и святая. Она просто заряжена хорошими словами. Все, что ты делаешь, отчасти ты этому поклоняешься. Даже я сам этого не понимаю. Поэтому советую дружить, поклоняться, уважать. Только тех, кто есть хороший, кто есть чистый. Но если ты решил поклониться Богу, то знаю одну вещь. Если ты отдал Ему самого себя, то сама чистота всегда будет тебе. У тебя будет успех. Тебе будет сопутствовать все. Все самое лучшее, что тебя ожидает, будет у тебя от Него. Потому что вы переключились друг на друга. Вы перетянули. Ты отдал свою силу Ему, а Он отдал свою силу тебе. Вот это и есть поклонение. Это передача силы. Тебе твою силу Ему, а Его сила тебе. Если у тебя плохая сила, Он ее заберет и просто уничтожит. Это то же самое, что с грехом. Кому ты говоришь, Господь прости? Господу. И Он прощает твой грех. Соответственно, этот грех, он просто растворяется. Благодаря Иисусу. Поэтому поклоняйся Богу. Он это...